готовим глюкозный сироп по-другому он еще называется инвертный мы высыпаем 350 грамм сахара выливаем сюда 155 миллилитров воды добавляем одну треть чайной ложки лимонной кислоты это где-то 2 грамма и ставим на огонь на средний огонь чтобы быстрее закипело и после того как наша масса в кастрюльке закипит мы накрываем ее крышечкой сбив сбавляем огонь до минимума насколько позволяет ваша печка и на этом минимальном огне варим сироп 30 минут через 30 минут мы проверяем его на готовность для этого мы берем термометр который можно купить в любом кондитерском магазине либо откладываем ложечкой часть сиропа на блюдечко остужаем и пальцами пытаемся его проверить на готовность для этого мы его берем и между пальцем растягиваем получается такая ниточка толстая тягучая сироп готов таким образом можно его проверить на готовность после того как сироп готов мы отставляем его в сторону ставим на поверхность остужаем помешивая силиконовой лопаткой снижая температуру и добавим чуть-чуть соды соду мы разбавляем в горячей воде чтобы она проработала в нашем сиропе она начнет пениться это значит она работает после того как она попенится мы ее оставляем пена должна опасть и получится готовый чистый сироп если у вас это не получилось и суда не доработала и осталась пена добавьте столовую ложку горячей воды и чуть-чуть еще подержите на огне сода доработает и потом она спадет лишнее вы снимите ложечкой аккуратно у вас получится чистая масса похожая на мед на темный мед которая вам пригодится потом например можно этим составом полностью заменить мед в пряниках для этого нам нужно просто добавить его в том количестве в которое по рецепту вместо меда это очень хороший заменитель и для приготовления мха который я вам показывала в предыдущем уроке для декорирования пряников очень удобно и мне это очень нравится